Игорь Николаевич Белозёров Игорь Николаевич, вы пришли в нашу студию. Первый ваш визит в нашу программу, я думаю, что далеко не последний. Итак, мы начинаем. Я напоминаю телефон, по которому вы можете позвонить на прямую линию. Это 54 89 55. Игорь Николаевич Белозёров отвечает в прямом эфире. Или, пожалуйста, в редакцию в течение всей программы 54 48 62. И мы начинаем. Игорь Николаевич, чего начнём? Наверное, мы начнём с продолжения вашего доклада на аппаратном совещании, где вы озвучили итоги государственной аттестации. Доклад получил широкий резонанс в городе и среди учителей, среди педагогов, и среди севастопольцев. Я смотрю, уже в студию звонят. Ваше слово. Во-первых, спасибо за приглашение. Я очень рад нашей встрече и возможности общения с жителями города Севастополя. То, что касается государственной итоговой аттестации, это обязательная процедура, которая завершает учебный год. По результатам государственной итоговой аттестации ребята, выпускники 9-11 классов у нас получают государственный документ. Это аттестат об основном или среднем общем образовании. Поэтому не случайно такое внимание к государственной итоговой аттестации, прикованной и со стороны органов исполнительной власти, и со стороны высших должностных лиц, субъектов Российской Федерации, в частности Дмитрия Владимировича, который непосредственно образом интересуется, как у нас обстоят дела в этом вопросе. И вот совершенно недавно на аппаратном совещании у губернатора мы как раз рассматривали итоги этой работы в субъекте за 2018 год. Нужно отметить, что ситуация с качеством подготовки учащихся у нас в городе не совсем та, которую хотелось бы видеть. Да, мы поставили троечку. Но эта троечка такая крепкая, основательная, которая не дает с одной стороны беспокойства говорить об успешности освоения образовательных программ ребятам, то есть те, которые справляются на минимально необходимым уровнем с заданиями, и соответственно имеют основания получить документ государственного образца. И ребят, которые у нас не справились с экзаменами по основным предметам, очень небольшое количество, это всего 20 человек или 1%, 0,1% от общего количества выпускников. Не страшно. Не страшно. А вот то, что касается качества подготовки, вот здесь есть вопросы, над чем нужно работать. Потому что по всем предметам, которые сдавались ребятами, у нас средний балл ниже, чем среднее значение по Российской Федерации. И у нас есть вопросы к качеству образования, которые и по 9, и по 11 классам за прошлый учебный год существенным образом снизились. Поэтому именно в этом направлении будем работать в новом учебном году. Спасибо, Игорь Николаевич. Я напоминаю, это прямой эфир. Программа «Решаем сообща». 54-89-55, наш телефон Игорь Николаевич, Белазевропа сегодня у нас в студии. Мы слушаем вас. Возьмите трубочку. Доброе утро, Светлана Алексеевна. Игорь Николаевич. Доброе утро. Игорь Николаевич, скажите, пожалуйста, по какому принципу набирают детей в первый класс? Я понимаю, что по месту жительства, но родители не всегда согласны с этим. Почему не учитывается пожелания родителей и детей, когда хотят пойти в школу не по прописке? Спасибо. Спасибо за ответ. Спасибо. Вопрос достаточно распространенный. Да. Ну, порядок зачисления в первый класс у нас определен на уровне федерального законодательства. В соответствии с ним во всех субъектах образовательных, в субъектах Российской Федерации разрабатываются подзаконные акты. Это порядок приема в первые классы. Согласно этим положениям и правилам приема у нас все учащиеся должны быть в территориальной доступности и близости получать образовательную услугу. И в связи с этим за каждой общеобразовательной организацией, то есть школой, должны закрепляться микрорайоны. И порядок зачисления ребят в первый класс следующий, что мы должны начинать не позднее 1 февраля и заканчивать не позднее 1 июля основной прием по тем образовательным организациям и территориям, которые за ними закреплены. В случае, если в образовательной организации после приема по микрорайону остаются свободные места, мы можем предложить их для жителей из других микрорайонов. Но если этих мест нет, то единственная возможность и основание отказать школе в приеме ребенка в первый класс, это отсутствие свободных мест. Тогда приоритет получается при зачислении именно ребят тех, которые находятся вблизи школы и из закрепленного микрорайона. Игорь Николаевич, бывают исключения. Вот ребенок хочет учиться именно в первой школе. И он даже подготовительные там курсы прошел или как называется, подготовительную школу. И родители очень настаивают. Или там в третью школу. У нас традиционно эти школы пользуются огромным таким уважением и популярностью. В каких случаях бывают исключения? Ну, исключения из этого правила на самом деле очень редки. Редки? Да, потому что на самом деле у этих школ и у первой гимназии, и у третьей школы с углубленным изучением английского языка тоже есть закрепленный микрорайон. И приоритетное право обучаться ребят в этой школе есть в первую очередь у жителей этого микрорайона. Все, что принимается вне этих закрепленных улиц и домов, это свободные места. И если контрольные цифры приема, государственное задание позволяет школе принять дополнительный класс или дополнительных детей, директор принимает положительное решение. Если свободных мест нет, конечно, здесь идет отказ. Спасибо большое. Я думаю, нас услышали вопрос достаточно популярный. Мы продолжаем работу в эфире. Игорь Николаевич Велозеров, возьмите трубочку, Игорь Николаевич. Слушаем вас. Я живу в Балаклаве. У меня родился правнук, и меня интересует вопрос, как устроить ребенка в детский сад, когда ему будет 2-3 годика, чтобы он попал именно в Балаклаве по месту жительства. Хватает ли мест в детских садах Балаклавы? Потому что мои знакомые возят детей в Первомайку, а некоторым дали место только в городе. И планируется ли постройка детских садов еще в Балаклаве? На улице Мира когда-то был прекрасный детский сад, а теперь там свалка. Вот ответьте, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Строительство детских садов. Да. Строительство детских садов. Вот тема. Да. Значит, то, что касается зачисления ребят в детские сады. Значит, на сегодняшний день у нас ребята, которые достигли трехлетнего возраста, то есть от трех до семи, полностью, то есть сто процентов, устроены все в детские сады. Да что вы, нет очереди? В очереди данной категории детей нет. Мы выполнили указ президента Российской Федерации в отношении именно этих детей. Почему внимание именно к этой возрастной категории дошкольников? Оно связано с тем, что впервые в российском законодательстве дошкольное образование выделено в отдельный самостоятельный уровень общего образования. Это как бы первый уровень. И в соответствии с тем, что мы переходим на новые федеральные государственные образовательные стандарты в настоящее время в штатный режим, ребята должны обязательно быть подготовлены к школе. Чем, в принципе, в том числе и занимаются дошкольные организации. То, что касается ребят более младшего возраста, то здесь мы... С двух лет очень многие хотят дать. Да, значит, от двух месяцев до трех лет. У нас такое количество ребят стоит в очереди примерно 6250 человек. Значит, но это общая очередь, которая на сегодняшний день у нас... Это электронная очередь. Электронная очередь, да. А то, что касается актуального спроса, то есть когда родители хотят в нынешнем учебном году, да, допустим, устроить ребят в детский сад, то эта очередь у нас в три раза ниже. И на сегодняшний день актуальный спрос от полутора до трех лет, вот эта самая такая активная категория сейчас, у нас идет 1870 человек. Значит, почему мы на сегодняшний день уделяем внимание именно этой категории? Потому что она самая востребованная. Значит, на сегодняшний день те новые объекты, которые вводятся в дошкольных организациях, у нас направлены именно на то, чтобы открывать группы для детей этого возраста от полутора до трех лет. То, что касается конкретно Балаклавы. Значит, Балаклавский район, он, естественно, особенный. Особенность дошкольного образования заключается в том, что в отличие от школьников мы возить детей дошкольного возраста организованно не можем. К месту обучения и воспитания это прерогатива только родителей. И поэтому дошкольное образование должно быть приближено к потребности, то есть непосредственно к месту проживания родителей этих детей. И в связи с этим дошкольные организации в первую очередь строятся там, где эта потребность наиболее высока. Вот то, что касается строительства новых детских садов, которые у нас предусмотрены программой развития образования в городе Севастополе и федеральной целевой программы социально-экономическое развитие Республики Крым и города федерального подчинения Севастополя до 2020 года, у нас предусмотрено в общей сложности строительство 22 детских садов, в том числе и в городе Балаклаве. Это за какой период? Это с 17 по 22. С 17 по 22? Столько детских садов? Да. Значит, это примерно 5000 новых мест. На сегодняшний день 7 из них уже построены, и вот в районе 2020-2021 года будет в том числе предусмотрено строительство и еще дополнительного детского сада в Балаклаве. Значит, если мне память не изменяет, да, на 260 мест в 2021 году. Ну вот как раз мальчик подрастет, наш абонент, и как раз будет новый детский сад. Игорь Николаевич, а вот действительно мне понравилась вторая часть вопроса на улице Мира. Был прекрасный типовой детский сад, и вот он теперь заброшен. Нет в программе восстановления детских садов заброшенных, которые в аренду потом отдавались? Одно время ведь детей не было в садах, маленькое количество было. Да, рассматривались в том числе и эти вопросы, связанные с тем, что типовые детские сады использовались не по назначению, не по профилю своей деятельности. Поэтому в том числе и этот ресурс рассматривается нами как дополнительный к тому, что сейчас делается на уровне правительства города Севастополя. И в этой связи тоже предпринимаются меры для того, чтобы, во-первых, привести их в соответствие, потому что, понятно, те организации, которые пользовались этими зданиями, они ведь его, к сожалению, перепланировали или подстраивали под себя, проводили реконструкцию. Поэтому на сегодняшний день также стоит очень вопрос, достаточно острый, как привести их в соответствие с требованиями именно к дошкольным организациям. Но мы понимаем, что это тоже затраты, это тоже сметы, это тоже экспертиза. Вы планируете на следующий год, да, такие? Поэтому эти вопросы нами тоже рассматриваются. Спасибо большое. Я напоминаю, эта программа решаем сообщать. Слушаем вас. Разберите трубочку. Доброе утро, Светлана Алексеевна и Игорь Николаевич. Игорь Николаевич, к вам такой вопрос. Недавно, хорошим осенним днём я сидела на Приморском и услышала разговор двух женщин, ну, в возрасте уже, которые одна другой говорит, вы знаете что, вот у нас в школе есть поборы такие в классах. Я не знаю, какая школа, но я услышала этот разговор. То есть собирают с родителей деньги на нужды класса. Объясните, пожалуйста, правильно это или нет. Не знаю, какая школа, какой класс. Спасибо. Будьте любезны. Спасибо. Одно время это был очень острый вопрос, вы знаете, поборы в классах. Ну, поборы побором рознь, значит, мы должны с вами прекрасно понимать, для каких целей и каким образом они осуществляются. На самом деле привлечение дополнительных средств из вне бюджета, пожертвования, благотворительных фондов, в том числе и родительской общественности, по закону не возбраняется. То есть эти меры материальной поддержки... По решению родителей. По решению родительского совета или совета родительского комитета класса, значит, родители могут оказывать образовательные организации. Другое дело, что они должны быть в правом поле. И они не должны, значит, быть массовыми, они не должны быть необоснованными. И за те, значит, материальные средства, которые таким образом поступают, они соответствующим образом должны быть оприходованы, они должны быть прозрачными. И руководитель образовательной организации раз в год в обязательном порядке, в публичном форме докладывает родителям о том, куда эти средства были направлены и на что потрачены. И самое главное, что привлечение этих средств может быть только на добровольной основе. То есть никто не может родителя в классе заставить это сделать, если у него нет этих средств или он не желает этого делать. И при этом никаких мер, так скажем, социального воздействия на тех родителей и на ребенка, которые отказываются это делать, со стороны администрации, образовательной организации не должно быть. Это категоричным образом я заявляю для того, чтобы вы не боялись высказывать свое мнение и не боялись принимать собственные решения по разным вопросам, связанным с обучением детей. То, что касается сборов, значит, мы предусматриваем средства в государственном задании для того, чтобы школа могла обеспечить всем необходимым ребят при организации учебно-воспитательного процесса. Это один момент. Второй момент. Другое дело, если эти средства собираются, как они обычно формулируются, на нужды класса для организации внеклассной воспитательной работы, культурно-массовой работы. Для праздников, для поездок. Это в чистом виде решения родителей, обучающихся для того, чтобы правильно, грамотно, хорошо организовать досуг ребят во внеучебное время. В этом, мне кажется, плохого и страшного ничего нет, но нужно все делать последовательно и открыто, исходя из тех решений. И в разумных пределах. Если вот вас 600 рублей собирают на ремонт классов, тогда, как сейчас школы обеспечены полностью ремонтом, это, наверное, неправомерно. Вам тоже обращались с этим? Конечно, обращаются жители с этими вопросами. То, что касается ремонтных работ, конечно, они не должны осуществляться за счет родительских средств. Спасибо большое. Мы продолжаем работу в эфире. 54, 89, 55. Игорь Николаевич сегодня отвечает. Говорите. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я живу возле первой школы. Прямо лестница и наш дом рядом. И вот когда перед школой дети, особенно, я смотрю, даже девочки и мальчики, прямо заходят к нам во двор, здесь такой закуток, мы очень нехороший такой, знаете, там наркоманы ночью и все такое. И они здесь курят, курят, ругаются, вообще безобразно себя ведут стены. Я только сделала ремонт, 75 тысяч пенсионерка я уплатила, чтобы сделали мне ремонт стен. Они расписали уже, испортили мне все эти стены. Это первая школа. Мои дети, мои дети двое, проучились в этой школе. И когда была директор Дергилева, этого не было. Аж сейчас, посмотрите, школьный двор весь пробан. И лестница там безобразная такая стоит, которая вообще, там ей не место. И гаражи какие-то, и сауны, и бани. Что это такое? Понятно. До чего мы докатились? Спасибо большое. Спасибо. Безопасность, детская безопасность. Вот ваша тема. Я знаю, вы взялись за этот вопрос очень серьезно. Да, ну, во-первых, территория образовательной организации в обязательном порядке должна быть огорожена. То есть прилегающая территория, она не должна соприкасаться с остальными объектами, которые находятся в непосредственной близости. То, что касается, ну вот фактов, которые приводят жители соседних домов, конечно, они расстраивают. Они говорят о том, что не все еще сделано, да, у нас в рамках воспитательной работы по профилактике табакокурения и, соответственно, правонарушений. Поэтому мы на этих примерах, которые вот жители приводят в качестве своих вопросов, будем продолжать работу, воспитывать наших детей такими, какими они должны быть в повседневной жизни, а не только, какими они представляются нам на учебных занятиях. Поэтому получается, что они в школе одни, а у дома, в подъезде они другие. Поэтому вот этого отбуличия, конечно, быть не должно. Они должны понимать, независимо от обстоятельств, видят их, не видят, осуществлять свои поведенческие функции таким образом, чтобы за них не было стыдно. Поэтому мы обязательно с директором школы проговорим эти вопросы, обратим внимание на то, что происходит. Дом-то расписывали. Вот она расстроилась. Спасибо большое. Еще вопрос. Слушаем вас. Это вопрос жителей Инкермана. Скажите, пожалуйста, на каком этапе ремонт школы номер 12, это раз. И не отремонтированная школьная площадка спортивная до сих пор. Или не хватает людей, или денег. Скажите, пожалуйста. Спасибо. Огромная работа, кстати, проведена вокруг школ. Вот в этом году особенно. Да. Дворовые территории все... Школа номер 12 у нас на особом контроле. Да? Да. К сожалению, значит, мы действительно затянули здесь исполнение ремонтных работ и капитальных работ. Но связано это не с нашим нежеланием эффективно и качественно работать на объектах при подготовке их в новому учебному году, а с возможностями тех подрядчиков, которые выигрывают конкурсы на осуществление этих работ. Но, к сожалению, получилось так, что оборотные средства подрядчика не позволяли ему сделать эти работы в те сроки, которые были указаны в договорах. И это привело к тому, что мы на сегодняшний день объем этих работ не смогли полностью закрыть. Но что мы в этой связи сделали? Мы развели образовательный процесс и ремонтные работы так, чтобы дети не соприкасались в период учебных занятий по безопасности ни с каким видом строительных или ремонтных работ. Значит, это все делается либо во внеучебное время, либо в выходные, праздничные дни, либо в каникулярное время, вот как сейчас у нас происходит. Поэтому мы сейчас форсируем эти дела. Значит, у нас полностью завершились работы по замене окон. Значит, там в пределах 260 окон у нас было заменено за один год. Это очень большая сумма. Значит, там сделано обустройство прилегающей территории, сделан фасад, сделана входная группа, сделан холл. Поменяли мы отопительную систему. Вели ремонтные работы по спортивному ядру, который малый и большой спортивный зал внутри здания. На сегодняшний день у нас остались работы. Это отделка цоколя в этом здании. И, соответственно, две спортивные площадки, которые находятся на разных уровнях. То есть вблизи и чуть подальше. По площадкам первая, там осталось только у нас покрытие фактически. Она готова к тому, чтобы завершить там работы. А вот по второй площадке у нас работы еще будут отложены. Завершение работ на месяц где-то к первому декабря мы вторую площадку тоже должны сдать. Игорь Николаевич, я знаю, что проведена огромная работа департаментом по подготовке к зиме. В прошлом году были все-таки жалобы от отдельных школ, что детям холодно. А как в этом году? Вы уже проконтролировали? Да, в этом году мы уже отчитывались в правительстве по этому вопросу. Он был на межведомственной комиссии рассмотрен. Значит, наши подведомственные организации на сегодняшний день полностью готовы. И котельные, которые находятся в ведении организации, полностью готовы к зиме, к отопительному периоду. Все прошли испытания успешно у нас в сети для того, чтобы можно было говорить о их работоспособности. То, что касается необходимых приказов по организации работы и функционирования учреждений в условиях осенне-зимнего периода, у нас тоже на руководители ушли. По этому поводу были проведены рабочие совещания. Ну и то, что касается температурного режима, на сегодняшний день у нас в ежедневном режиме осуществляется мониторинг температурного режима во всех детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования на предмет их соответствия с санитарным требованиями. Спасибо вам. Спасибо за эту работу. Мы продолжаем работу в эфире с лошадью. Доброе утро, Светлана Алексеевна. Доброе утро, Игорь Николаевич. Доброе утро. Обратила внимание, что объем и вес рюкзака учеников младших классов больше, чем рюкзак школьника старших классов. Планируется ли уменьшить вес рюкзака маленькому человечку? И второй вопрос. Кто должен научить школьника снимать рюкзак, заходя в общественный транспорт? Школа или родители? Спасибо, Игорь Николаевич. Спасибо. Интересный вопрос. Вот действительно они очень тяжелые носят рюкзаки, детки. Ну, наверное, это связано с возрастными особенностями. У нас ребята начальных классов, они более ответственно подходят к подготовке. Они берут все. И они берут все, да. Поэтому то, что касается их принадлежности школьных и средств обучения, конечно, они берут по максимуму все, что им учитель начальных классов сказал, они должны привести и выполняют это с высокой мерой ответственности. То, что касается старшеклассников, понятно, значит, здесь отношение к этим средствам уже другое. Они могут выручать друг друга. Они могут иметь один учебник в процессе организации учебных занятий на парту, договориться с соседом по парте, кто в какой день его приносит. И многие другие аспекты, которые... Ну, и потом они физически сильнее, естественно, малышей. Поэтому не так, может быть, в целом в глаза бросается их объем сумок, которые они берут с собой для учебных занятий. Ну, а то, что касается... Заходя в транспорт, снять рюкзак. Заходя в транспорт, воспитательных, да, этических мер. Я никогда не разграничиваю меры ответственности, никогда не ищу виноватых. Я считаю, что и общество, и государство, и родители, и образовательные организации в одинаковой степени ответственны за то, какой моральный облик и какие этические нормы у нас сформированы у нашего молодого поколения. Поэтому будем работать в том числе и над этим вопросом, как правильно себя вести с рюкзаком в общественном транспорте. Спасибо, спасибо, Игорь Николаевич. Слушаем вас. Пожалуйста, говорите. Возьмите трубочку. Алло. Говорите, говорите. Алло, добрый день. Добрый день. Во-первых, хочется вас поблагодарить за то, что вы пришли на эту передачу, которую мы очень любим. Дело в том, что вот за четыре последние годы, когда был начальником Родиков, сколько мы не обращались к Светлане Алексеевне по всяким вопросам образования, он так ни разу и не пообщался с жителями города Севастополя, с их проблемами, вопросами. За это огромное спасибо, что вы пришли. Спасибо. Но у меня второй вопрос, и самый главный. Скажите, намечается ли повышение заработной платы учителям? Дело в том, что у меня стаж работы 51 год. Вы понимаете, это уже довольно человек, я пожилого возраста. Поэтому очень многое знаю о школах, о детях, об учителях. И что получается, что молодые учителя, которые приходят, проработав полгода, год, и талантливые, хорошие приходят и девочки, и мальчики, вот, и проработав чуть-чуть, они уходят, потому что при такой зарплате, особенно молодым, даже с той добавкой мизерной, которая сейчас положена, они все равно уходят из школы. Вот я просто пример, который я знаю. 19-я школа на начало учебного года в августе месяце было 8 лакансий. Вы понимаете, что-то надо с этим делать. Я понимаю, директора получают 100 тысяч. Прекрасно. Я не против этого. Ну, мое мнение может в данном случае. И не важно. Но почему учитель получает так мизерно? Ведь все-таки, что такое школа? Это прежде всего дети и учителя. Ну, надо обратить на это внимание. Я понимаю, что это, может быть, не лично от вас это зависит. Ну, где это этот вопрос нужно ставить? Ну, понимаете, много пенсионеров. Они работают, потому что уже из учителей. Потому что уже они проработали много лет и работают, продолжают работать дальше. А молодые в основном уходят. Уходят вон на Соловьи торговать, куда угодно. Только не в школе. Я вас очень прошу, ответьте на этот вопрос. Спасибо. Спасибо. Ну, для вас не новый вопрос. Ну, конечно. Ну, это вопрос традиционный для системы образования. И, наверное, для всей социальной системы, не только системы образования. И врачи, конечно, и социальные работники, и работники культуры, работники спорта, они сталкиваются с этой проблемой в начале своего трудового пути. То, что касается образования. Действительно, мы рассматриваем этот вопрос как очень серьезную проблему в кадровом обеспечении нашей отрасли. На сегодняшний день, действительно, эта категория получает наименьшую заработную плату среди всех категорий педагогических работников. Но, наверное, это и закономерно. Я сам начинал как молодой учитель со 120 рублей. И, наверное, как и все другие учителя, которые имели стаж и более высокий опыт работы, они, конечно, получали во много раз больше, чем я. Но на сегодняшний день мы, к сожалению, для работников социальной сферы при наличии действующего трудового законодательства не можем по-другому начислять заработную плату. Она начисляется из базовой стоимости, то есть окладной части, и начисляется из стимулирующих и компенсационных выплат в зависимости от условий труда и в зависимости от результатов труда. Конечно, эти надбавки для молодых учителей получаются минимальные по своему размеру. Поэтому у нас на сегодняшний день 20% надбавки к окладам сохранены для воспитателей и для учителей начальных классов, которые в первую очередь составляют основную категорию молодых педагогов. Это примерно где-то 1900-2000 рублей в месяц. И плюс в проекте бюджета нынешнего года мы планируем введение меры государственной социальной поддержки молодых педагогов, где к заработной плате каждому из них ежемесячно будет в течение учебного года выплачиваться дополнительно 5000 рублей. Если мы этот бюджет утверждаем, то такую меру государственной социальной поддержки молодые педагоги в новом финансовом году получат. А что, у директора правда получается 100 тысяч? Ну, про 100 тысяч, наверное, это очень высокая сумма. Да, это, так сказать, очень круто-круто звучит. На сегодняшний день есть соотношение в общем объеме заработной платы, которое не должно превышать в заработной плате руководителя и педагогических работников. Это соотношение выдерживается. То есть на сегодняшний день говорить о такой сумме, ну, еще раз поинтересуюсь, но у меня таких данных нет. Но работа, конечно, этого стоит, потому что мы отвечаем за то, что происходит в образовательной организации даже тогда, когда образовательный процесс не идет. То есть 24 часа в сутки. Спасибо большое. Мы продолжаем работу в сутки. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Добрый день. Светлана Алексеевна. У меня два вопроса. Во-первых, детские комбинации САА-4 на Адмирала Макарова. Вот забрали и при Украине отдали в аренду до 15-го года в суду на Химовскую району. Рождаемость была небольшой, хотя этот детский сад был во всех соревнованиях лучшим. Этот детский сад всех морозаводов в 90-х годах отдали в Горано. А рядом море, воздух в центре нашего микрорайона удобен был для всех жителей. Очень бы хотели жители вернуть назад в детский сад. А суд? С обеих сторон до позднего вечера колонны машин, тротуаров нет, а дети бегут в клуб на занятия. Опасно для всех, и для пожилых, и для детей, и для всех жителей. Какая судьба детского комбината? Вопрос был актуален, так как говорили, что все сады вернут. И второй вопрос. У ветеранов первоочередной вопрос в школах, военно-патриотической, духовно-патриотической работа. Но сейчас в школах мат вошел в такой обиход, что дети не стесняются взрослых и в школе, и на улице, и на спортплощадках. Разговор только матом. Какой-то закон надо принимать, и родители привлекать за это материально. Конечно, общество упустило уже не одно покорение, и многое идет от семьи. А раньше учитель для нас, теперешних ветеранов, был иконой. Надо более строго подходить к этому вопросу, воспитательной работой заниматься вместе с милицией, работниками правопорядка. Спасибо за внимание большое. Спасибо за все. Я узнала, это председатель Совета ветеранов Нахимовского района. Ну, по Нахимовскому району... Спасибо вам за вопрос. Спасибо, да. Вопрос актуальный, безусловно, для нас. Но начну со второй его части, с воспитания. Потому что, на самом деле, человек образованный и невоспитанный, ни обществу, ни государству не нужен. Поэтому, если образование не работает на воспитание, то мы никогда целей в поступательном развитии своего общества и государства не достигнем. Поэтому вопросы воспитания, конечно же, также актуальны и стоят на первом месте в деятельности всех организаций. Не все и всегда удается, с учетом особенностей новейшей истории развития нашего города. Я думаю, что в любом случае эта работа будет продолжена. И у нас есть межведомственный координационный совет при губернаторе города Севастополя, который занимается вопросами и гражданско-патриотического, и военно-патриотического, и духовно-нравственного воспитания молодого поколения. Недавно на этом совете я как раз защищал стратегию и организационно-управленческую модель военно-патриотического воспитания в городе Севастополе. Она была принята, и мы на сегодняшний день, в новом учебном году, будем приступать к ее реализации в образовательной системе города Севастополя. Это тема вечная, Игорь Николаевич. А что касается детского комбината? То, что касается детского комбината, по Нахимовскому району у нас нет такой острой ситуации с дошкольными организациями, как, допустим, это в Гагаринском и Ленинском районах. Поэтому, в том числе, как резерв, это здание может рассматриваться нами для создания там дошкольного учреждения. Но на сегодняшний момент по этому конкретному адресу вопрос о перепрофилировании этого конкретного здания у нас не стоит. Но мы посмотрим, насколько актуальна эта информация в среднесрочной перспективе для нас, потому что мы понимаем, что количество детей младшего дошкольного возраста у нас больше, чем старшего. Игорь Николаевич, осталось несколько минут программы. Я боюсь, что я не успею задать свой вопрос. Вы удовлетворены бюджетом 2019 года? Вы его защищали уже? Мы на сегодняшний день находимся в активной фазе формирования проекта бюджета 2019 года. Нужно сказать о том, что этот бюджет, так же, как и бюджет прошлого года, социально ориентирован. Он предполагает выполнение всех наших обязательств по социальной поддержке всех субъектов образовательного процесса и соответствующих выплат, в том числе и исполнение указов президента Российской Федерации по заработной плате разным категориям педработников в соответствии с теми показателями, которые утверждены в дорожной карте. Кроме этого, я говорил о том, что у нас есть новые обязательства по учителям молодым, о которых я уже говорил, которые будут получать надбавку. Да, и поэтому мы в проект бюджета это заложили. У нас появляются в бюджете новые обязательства, связанные с обеспечением физической охраны образовательных организаций, что для нас сейчас актуально в рамках безопасности и антитеррористической деятельности. И мы с нового календарного года планируем во всех категорированных образовательных организациях ввести непосредственно охрану этих учебных заведений на период организации образовательного процесса. Ну и плюс у нас все меры поддержки, которые связаны с компенсацией части родительской платы за посещение детьми дошкольных образовательных организаций, расходы на обеспечение государственного содержания детей с особыми образовательными потребностями детей-инвалидами. Все в этом бюджете заложено для того, чтобы нам для данной категории родителей и детей создать нормальные условия для организации учебно-воспитательного процесса. Спасибо, Игорь Николаевич. У нас осталось несколько минут. Давайте ответим на звонок. Очень много звонков. Здравствуйте. Доброе утро. Слушаем. Слушаем. Стоит у телевизора, наверное. Слушаем вас. Пожалуйста, говорите. Игорь Николаевич, спасибо, что пришли ответить на наши вопросы. Вот вы высказались по поводу низкого качества образования в городе Севастополе. Ну, конечно, я согласна с вами, что образование наше по сравнению с советским образованием очень хромает. Но я не согласна с тем, что вы высказались по поводу Севастополя. Даже на федеральных каналах совершенно звучат безграмотные высказывания журналистов. О чем уж там говорить. Я не считаю, что наше образование в Севастополе ниже, чем в целом по России. И это, между прочим, невзирая на то, что 20 лет мы находились, можно сказать, под гнетом, и вот то образование, которое мы сейчас имеем, хоть как-то что-то мы сохранили. Но дело не в этом. Конечно, его надо повышать. Конечно, тут с вами согласны, я думаю, все нормальные люди. Я считаю, что в первую очередь, конечно, русский язык. И нужно вернуть старые учебники. Вот учебник Бархударова и Крючкова. Фонетика и морфология, синтаксис. Потому что без учебников невозможно учиться. Вот это учебники, которые я сохранила и до сих пор и не пользуюсь. Вот. Те учебники, которые нам дал Шорос, конечно, это ужас. Вот, соответственно, мы имеем от этого. Ну, это я понимаю, это так на федеральном уровне учебники. А вот как вы считаете, как вы хотите повысить качество нашего образования? Какие планы ваши? Хорошо. Спасибо за вопрос. У нас осталось буквально 40 секунд, да? Секунд. Я успею. Ага. Хорошо. Ну, во-первых, спасибо за вопрос. Вопрос качества риторический. То есть пределов совершенствования нет. Поэтому даже если оно и высокое, есть возможность найти пути для розы. Много лет работал в школе. То, что касается учебников. Учебники у нас возможны для использования только те, которые на сегодняшний день находятся в федеральном перечне. Они регламентируются на федеральном уровне. Мы можем использовать дополнительные учебники в качестве учебных пособий. Это не возбраняется. Ну, и то, что касается качества подготовки по русскому языку, оно у нас выше, чем по каким-либо другим предметам. И это честь и хвала филологам нашим. Потому что у нас нет не справившихся с обязательным основным экзаменом по русскому языку ни одного человека. У нас в этом году только по русскому языку 6 человек получили 100 баллов по экзаменам ЕГЭ, чего нет по другим предметам. Поэтому я думаю, что сейчас мы проведем диагностику 9-11 классов по русскому языку и посмотрим, как скорректировать учебные программы для ребят индивидуально и для педагогов для того, чтобы повысить их квалификацию. Игорь Николаевич, спасибо вам большое за эту программу. Она завершена. На ней работала творческая группа радио и телевидения информационного канала «Севастополь». Режиссер и оператор программы Анатолий Кукса, звукорежиссер Александр Могилевский, Елена Лещенко у нас, редактор по телефону, вела программу Светлана Сфалёва. Игорь Николаевич Белозёров сегодня был в нашем эфире. До свидания. Всего вам самого-самого доброго. Всего доброго. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»